2013 год стал знаменательным для автоиндустрии на свет появилась святая троица я сейчас говорю о porsche 918 и конечно же ferrari для ferrari эти почти что тысячи сильные гибридные монстры обгоняли верон они побили почти все рекорды на всех треках мира они буквально опережали свое время казалось что обычные городские суперкары не трековый спецверсии приблизиться к их результатам ну совсем не скоро через десятилетия не меньше но как же мы ошибались спустя каких-то четыре года появился автомобиль который смог дать им бой это дрэг-таймс тест-драйв и макларен 720с кто такие макларен если коротко это вторая по количеству чемпионских титулов команда после ferrari за всю историю формулы 1 макларен технологи разрабатывали сани для бобслистов из британской олимпийской сборной и велосипеды участников тур до франции а их завод похож на операционную в клинике будущем там даже в кафетерии пониженное давление чтобы запах еды не распространялся по заводу до 200 за четыре с половиной секунды это быстрее бухать и герой ускорение такое что создается эффект кротовой норы ты как будто на космическом корабле и пространство по краям начинает искажаться педаль газа работает как нерв до 4000 он просто очень быстрый после 4000 турбины раздуваются и здесь сущий ад сердце 720 битурбо в 8 объем 4 литра в основе гоночный блок для автомобилей инди-кар да простят меня люди из автоспорта инди-кар это некий американский аналог формулы 1 естественно макларен полностью переработали двигатель но гоночный дух у него остался здесь фишка не только в самом двигателе но и в его расположении если бы это был бы обычный lamborghini или ferrari среднемоторный здесь наверняка была бы стеклянная крышка под которой красовался бы сам двигатель как вы видите здесь нет ни стекла и двигатель не видно не просто так макларен не стеснительно просто макларен двигатель расположен так низко и так глубоко что его физически не видно основа автомобиля карбоновый монокок благодаря этому кузов жесткий машина собранная и очень безопасно водитель и пассажир по сути находится в карбоновом кокоте ну и наконец карбоновый монокок очень легкий благодаря этому 720 с легче своего основного конкурента ferrari 488 почти что на 100 килограммов коробка здесь тоже эталонный робот в отцеплении 7 передач работает молниеносца смотрите я на шестой передате сейчас 6 5 4 3 2 все здесь коробка передач лепестки они качели то есть ты можешь каждый лепесток нажать либо вперед либо назад и соответственно переключить передачу либо вверх либо вниз мелочь но удобно но во вторых если нежно прикоснуться к лепестку не нажимать его до конца то машина это распознает и подготовит переключением а потому само переключение будет мгновенным сам автомобиль футуристичен это реально как будто космический корабль он привлекает себе внимание всех на него смотрят абсолютно все он красивый спортивный элегант но при этом он не кичливый как какая-нибудь gt3r с гигантским антикрылом фары здесь непростые это еще и аэродинамический элемент воздух попадает прямо в них и выходит сбоку причем путешествуя сквозь он еще и охлаждает автомобиль помимо этого сопротивление лобовое уменьшено и прижимная сила увеличивается он элегант нет никаких аэродинамических отверстий но не пугайтесь инженеры макларен гений потому что по факту здесь двойная дверь а между дверьми здесь огромный мозга за воздухозаборник куда можно муку полокоть досунуть благодаря этому силуэт элегантный охлаждение феноменально во времена когда у всего вага у porsche у lamborghini даже у ferrari электроусилитель руля здесь ты настоящий классический гидроусилитель подвеска тоже уникальна здесь специальная система гидровых каждое колесо по сути независимо результат автомобиль каждым колесом отдельно проглатывает и облизывает все почки неровности он как будто бы приклеен к дороге и плывет по ней машина собрана на любой скорости едешь ты хоть 30 километров в час хоть 340 кстати это максималка ты входишь повороты на скоростях которые какому-нибудь уракану недоступна она будто бы говорит чё так медленно давай быстрее сюда в отличие от каком-нибудь lamborghini удобно садиться двери бабочки раскрывается наверх и стороны здесь очень низкий порог то есть переступать удобно а когда едешь внутри автомобиля здесь стекла здесь стекла здесь стекла сзади стекла здесь нету стоек на три четверти обзорность на 360 градусов где вы такое видели в каком автомобиле даже бизнес седаны таки не могут похвастаться и ребят это один из быстрейших суперкаров на рынке и здесь есть доводчики дверей да да вы не ослышались доводчики когда автомобиль разгоняется здесь поднимается гигантское антикрыло которое кстати больше чем у предшественника 650s почти в полтора раза более того аэродинамика активная на скорости она работает как диарез то есть прижимная сила уменьшается а когда вы тормозите она наоборот поднимает весь огромный воздушный тормоз конечно звук здесь никак у атмосферного ferrari v12 или lamborghini этого 8 звук немного преснил тиховат я бы сказал я бы добавил громкости но здесь столько спецэффектов непонятных свистов турбина раздуваешься блоков все слышно особенно после 4000 опять же здесь настоящий вой турбин супер красивые кадры в начале видео были сняты здесь в oscar club это клуб хранения элитных автомобилей он находится рядом с москва-сити услуги доступны круглый год стоимость кстати сопоставимая с парковкой в москва-сити но в чем разница там это муравейник здесь 264 места круглосуточная охрана все время температура 21 градус и влажность 55 процентов это значит никакие резинки не просохнут никогда самое пристальное внимание каждому автомобилю хранения включен ежемесячный уход за салоном и дитейлинг мойка если же вам этого мало здесь огромный дитейлинг центр с каждым клиентом основатель компании знакомиться лично поэтому это не просто хранение это настоящий клуб энтузиастов petrolhead of если ваш автомобиль вам не безразличен обращайтесь в oscar club ссылку мы оставим в описании для заезда мы выбрали самый быстрый серийный автомобиль который не является гипер-каром им стала ferrari с говорящим названием супер быстрая ferrari 812 суперфаз огромный в 12 6 половиной литров водитель который уже выучил ее наизу ну что время гонки сходу против 812 у нее лучший результат 100 200 за 5 секунд очень большой букс но я потом уезжаю здесь стоит обычный амбезирует но все я ухожу от него вот ну все, раздается, блядь, мы и стартаем ровно дальше я просто уезжаю все, в этот раз я зацепился даже отсечку чуть не перс когда ты находишь простор широкая шоссе без колеи с поворотами ребят это лучший автомобиль на котором я ездил на скорости он раскрывается этот гигантский тормоз сзади жесткая, тугая педаль тормоза почти что как в гоночных трековых автомобилях свист турбин а какой здесь держак даже в GT2 RS я не чувствовал такой аэродинамики вот мы сейчас едем на гигантской скорости я прям чувствую как автомобиль прижимается к дороге ему скучно, он хочет еще и еще мне страшно, потому что скорость очень большая управляя McLarenом ты понимаешь, что его делали ни маркетологи, ни пиарщики его делали инженеры и гонщики для таких же автолюбителей для тех, у кого бензин в крови в автомобиле все эргономически продумано каждая мелочь каждая деталь настроена для водителя чтобы ты кайфовал ребят вы можете кидать меня камнями но я считаю что сейчас это лучший суперкар на рынке с вами был Дрэг Таймс Тест Драйв Артемий Ем подписывайтесь, ставьте лайки и копите на McLaren он очень дорогой и ребят да я скажу это этот автомобиль быстрее Toyota Camry 3.5